Здравствуйте, это Маруся Загорская, программа «Честное слово». Сегодня мы без купюр выясним массаж, плавание и другие детские и взрослые штучки. Это дань моде или все-таки необходимость? В гостях доктор Комиссаров. Нога покороче чуть-чуть, сантиметра на два, ему всего шесть месяцев. Ну как бы вам объяснить, отвечая невролог, ну вот мы дадим вам препарат, там в голове что-то изменится и нога вырастет. О, мне вот туда. И папа говорит, кому мне, вот мне, кому верить. Любой невролог скажет, ну зачем вы верите этому массажисту? Ну вы сейчас меня массажистом обозвали? Я не массажист. Ну, мне кажется, многим врачам, знаете, какую-то корону, может быть, надо снять, да, вот так с головы, просто стать проще, что ли. Мы из рыбки идем в рыбку, превращаемся. Почему? Почему вы считаете, что надо плавать? Самое простое – ходить. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. У нас здесь никто не врет, у нас главное правило этой передачи, и поэтому тогда у вас спрошу, на какие темы мне не спрашивать, чтобы вам не пришлось врать. Я вообще не вру никогда практически, поэтому вы можете спрашивать на любые темы абсолютно. Давайте тогда начнем немножечко с вас лично, потом уже на более общие темы, общемедицинские поговорим. Вы реабилитолог? Да. Вот чем вы занимаетесь? Окей. Вы знаете, когда меня вот так, я с кем не бывала познакомилась, спрашивали, ну, доктор, доктор, а вы какой доктор? И тут у меня вот такой вопрос, а правда, ну, какой же я доктор, а? Ну, скажу, невролог там какой-нибудь еще какой-нибудь. Вообще, реабилитолог, у нас недавно такое слово появилось, да, как бы вот, да и, собственно, специальности пока такого нет. Ну, это чисто вот такие, игра слов, да. У нас же в России все. Но диплом-то у вас есть, надеюсь? Диплом у меня есть, вот, кстати, об этом. У меня есть диплом. Я закончил медицинский тогда институт, то есть я врач, красненький такой дипломчик у меня, вот. Почему я об этом говорю? Потому что у многих, кто себя представляет врачом, у них нет диплома. Вообще никакого. Ну, как бы даже синего, потому что, ну, не все, кто лечит, имеют медицинское образование. Вот, поэтому реабилитолог все-таки это врач, да, который, наверное, знает много в разных областях и использует те методы, которые, ну, в большей степени являются физическими для реабилитации. А с какими проблемами приходят к реабилитологу? Ну, чтобы было понятно, чтобы человек мог сказать, «О, мне вот туда». Самыми разными. Начиная от проблем, связанных с родовой травмой, то есть это те мамы, которые идут куда-то к неврологу, на какой-то профосмотр или уже какая-то проблема вырисовывается, да, и получают медикаментозное лечение. Ну, вот у меня вот был такой случай недавно, как бы, там у ребенка была проблема, скажем, ну, нога покороче чуть-чуть, сантиметра на два, ему всего шесть месяцев. Ему назначил невролог препараты какие-то, мама говорит, ну, объясните, я не понимаю, как будет действовать этот препарат на ногу. Ну, как бы вам объяснить, отвечает невролог, ну, вот мы дадим вам препарат, там в голове что-то изменится, и нога вырастет, понимаете? Вот такое бывает тоже. Поэтому… Это какой-то Ноберевский лауреат еще, наверное, по совместительству? Видимо, да, видимо, да. Поэтому реабилитолог, он может быть и мануальным терапевтом, и врачом спортивной медицины, и акушером-гинекологом, и остеопатом, и так далее, и тому подобное. Такое ощущение, что сейчас каждая вторая страничка в социальных сетях предлежит какому-то врачу, но вот как раз неизвестно, есть у него диплом или нет у него диплома. Вот каким образом простому потребителю в этом разобраться и понять, что перед ним действительно врач, который не навредит? Знаете, у меня вот сейчас заготовочка такая есть в Инстаграме, хочу сделать небольшой пост, ну, типа того, хочу вас полечить, называется. Как раз вот немножечко об этом, обо всем. На самом деле у потребителя очень сложная задача прийти действительно к специалисту, прийти действительно к врачу. Ну, наверное, самое простое, спросить так ненавязчиво, может быть, а вы вообще где учились? Вы медик? Он скажет, да, да, медик. А вы где учились? Да, в медицине. По-конкретней. А в каком вузе вы учились? А в каком году вы закончили? А какой факультет вы закончили? И тогда немножко будет ясно, иначе вы ничего не поймете. Ну, вот вам не кажется, что такой расцвет разного рода врачей от лукавого, он исключительно из-за того, что такие классические врачи, особенно в поликлиниках, они очень неучтивы, очень некорректны зачастую? Ну, мне кажется, многим врачам, знаете, какую-то корону, может быть, надо снять, да, вот так с головы, просто стать проще, что ли, там, ну да, доктор наук, кандидат наук, ну, все равно, что человек, да, и как-то вот действительно, может быть, быть подоброжелательный, может быть, мы в стандартах находимся, в те вот, те врачи, которые в поликлинике и так далее, они тоже коллеги, они тоже люди, они, ну, не знаю, у них нормальная работа, нормальная какая-то профессия, может быть, времени не хватает, может быть, зарплата маленькая, я не знаю, почему вот так. Но мне кажется, если ты вот добрый, хороший человек и такой вот отзывчивый, ты на государственной службе будешь такой, в коммерческом каком-то своем, не знаю, центре, должен быть такой же, какой ты есть. Я когда работал в государевой службе, на меня часто жаловались тоже, в том смысле, что я там, не знаю, не разговариваю особо, иногда, может, кажется, не очень там посмотрел, да, а вот те, о которых вы говорите, это хорошие менеджеры, они действительно, они строят так, чтобы, и поэтому и происходит такая ситуация, врачу вы не нужны, вы не интересны, а вот эти люди, они, да, они найдут к вам подход, они сто раз вам позвонят и вежливо учтят, и вы с вами поговорят, и, конечно, вы выбираете вот, ну, естественно, второго, да, потому что к вам добры, к вам вежливы, к вам внимательны, а уже там остальное дело десятое. А, ну, а сами почему ушли, как вы называете, с государевой службы? Ну, пересидел немножко, на самом деле, я предприниматель с 2004 года, и, кстати, если говорить там про массажные, реабилитационные техники, я открывал первый массажный кабинет в 1986 году в этом городе, то есть было очень давно, и вот с 2004 года ИП тоже, и как-то вот я и работал, ну, я совмещал просто, то есть у меня была государственная служба, государева, да, и частная практика всегда, но сейчас все только ушло в частную практику. Я, знаете, о чем думаю, о том, что, может быть, некоторых врачей очень сильно задевает то, что сейчас пациенты стали очень осведомленными. Если раньше врач был, ну, наверное, на одном уровне с Богом, да, для пациента, то есть в советское время, там, или даже чуть раньше, да, там, в начале века врач, это был, ну, просто какой-то волшебный человек. Чеховские времена, вот это. А сейчас кажется, что обычная мама, которая умеет хорошо гуглить, может, в принципе, поставить диагноз не хуже, чем рядовой врач. И, ну, вот, вам не кажется, что это может обижать врачей, поэтому они так как-то относятся к пациентам, что, ну, раз вы такие умные, сами там как-то карабкаетесь? Нет, мне так не кажется. Ну, естественно, что информации сейчас много, и окей, гугл, конечно, и все можно почитать. Но я думаю, какая-то другая причина все-таки, вот, может быть, это какие-то личностные особенности, может, правда, какая-то вот маленькая зарплата. А еще, знаете, вот в государственных особенно учреждениях, ну, врача часто как бы, ну, в кавычках ноги вытирают. То есть каждый, вот, не так посмотрел, на тебя пожаловались. Вот сначала пошли к главному врачу, потом там в краиздравотдел, потом тебе какие-то выгоровали. Может быть, поэтому такие грустные врачи. А ведь есть прекрасные врачи, которые оперируют, которые великолепные сложные технические операции выполняют, да, которые работают просто в обалденных каких-то центрах, делают уникальные совершенно вещи. И мне, когда вот этим занимаются... Ну, вот вы знаете, я как раз хочу тут с вами поспориться. Мне кажется, что для России стандартная ситуация, когда в одном медицинском центре могут сделать редкую, просто обалденную операцию, и тут же человек в приемном отделении может от насморка умирать, и ему не помогут. Согласен, так и есть. А из-за чего это? Понимаете, может быть, там, в этом отделении, где находится, может быть, сидит там, не знаю, какая-то, может быть, медсестра или какой-то человек, который, ну, может быть, как-то, не знаю, это персонал, да, мы ведь сталкиваемся с персоналом. Мы можем зайти в какой-то дорогой, не знаю, ресторан, да, и в гардеробе нам нахамят, например, да, или что-то еще. То есть вот здесь вот эта самая работа с каждым человеком, который здесь находится, и ты должен, в принципе, как руководитель, как человек, который предоставляет эту услугу, да, собственно, ты должен отвечать за каждого, начиная вот со входа. Поэтому слово врача и не врача, куда ты пришел, оно и лечит, и калечит. А слово пациента, оно для вас, для врача, оно лечит или калечит? Вот у вас есть такие сложные пациенты, которые кажется, что они и без вас все знают, и они, может быть, приходят на прием вас проверить, так сказать. Доктор, давайте-ка удивите. К счастью, таких у меня иногда бывает, но немного. Ну, бывает, да, проверяют так немножко, да. Ну, ладно, все, прошел проверку, молодец, да. Редко бывает, но обычно люди все-таки с какой-то проблемой приходят, и вот как раз сложные они не в плане, как меня проверить, а свои проблемы, проблемы сложные у них. Потому что бывает так, что вот ко мне приходят как к третейскому судье уже, да, вот там, там везде сходили, да, ну, давайте вот мы все-таки поставим точки на Д, а что же делать? Вот я ставлю себя на место родителя, да, тебе говорят, что твой ребенок болен, возможно, он болен серьезно, у него какое-то серьезное заболевание. Как хладнокровно понять, какой из врачей действительно прав? Сегодня была девочка, которой, ну, условно говоря, там, 8 месяцев, 10 месяцев, да, которая пришла уже ко мне повторно, и, в принципе, у нее все нормально, то есть он просто немножко отстает, да, и один доктор ей сказал, что у вас все плохо. Все плохо, совсем плохо, и вы вообще ничего не делаете, и вообще, в общем, ужасно все. Вот, ну, я всяко-всяко-разно уже сидел и смотрел, думаю, ну, не знаю, может, я глазам своим не верю. Ну, отправил еще к хорошему доктору, в итоге все хорошо. И папа говорит, кому мне, вот мне, кому верить? Вот кому верить? Вот мне кажется, надо верить, вот материнское сердце должно здесь подсказать, вот кому верить как-то. Вот по-другому никак, как-то почувствовать, что ли, может быть, и отзывы какие-то послушать, может быть, какое-то сарафанное радио. Ну, вы понимаете, я врач немножко такой, я не в стандарте живу, и либо мне верят, либо мне не верят, но верить мне можно тогда, когда я что-то сделал, да. Если, вот, допустим, компрессионный перелом позвоночника, есть стандарт, да, сначала лежим в камаке, условно говоря, там, месяц, да, ну, вот стандарт, все. А потом год ходим в корсете, полгода не сидим. Ну, как бы вот такой стандарт, который не пересматривался со времен, там, царя гороха. Когда ко мне вот обращаются, иногда с такой, действительно, проблемой, после уже, конечно, стационара, да, вот одна из моих пациенток, она через два месяца после травмы уже выступала на соревнованиях в чемпионате по карате. Без всяких корсетов, без всего, ей были сделаны, ну, отходы от стандартов. Конечно, я плохой для них, может быть. Ну, вот я хотела у вас как раз спросить, наверное, медицинское сообщество, одно из самых закрытых, ну, по моим ощущениям. Вы сталкивались с тем, что ваши коллеги из-за того, что вы действуете не по вот этим стандартам, вот, вас считают, ну, таким второстортным специалистом? Я их не знаю, этих коллег, я только общаюсь и знаю тех коллег, которые, с которыми я общаюсь, нормальные, трезвые люди, мы, я не закрываюсь только в себе. Вот буквально сегодня я попросил консультации дополнительных двух специалистов моих коллег, потому что мне нужно было кое-что разъяснить, понимаете? То есть я не закрываю, что я вот такой всезнающий, такой нестандартный, да. Я обратился, позвонил человеку, скажу, вот такая ситуация, помоги там, разберись, а потом мы пойдем на реабилитацию. Недавно была ситуация, я читаю выписку на русском языке и вижу, что никогда не видел. Доктор рекомендует укрепить глубокие мышцы позвоночника. То есть для меня, я их как раз укрепляю, я знаю, что это такое. Все считают, что мышечный корсет, это надо плавать, понимаете? Вот здесь рыбки не хватает, я бы подрисовал ее, потому что мы идем, и здесь рыбки нет. Мы из рыбки идем в рыбку, превращаемся. Почему? Почему вы считаете, что надо плавать? Почему вы считаете, что мышечный корсет это плавание? Нет. Человек прямо ходящий, да, гомоэректус. То есть мышцы вертикализаторы даны человеку для того, чтобы ходить. Зачем вытягивать позвоночник? Надо укрепить мышцы вертикализаторов. Так вот, в выписке написано, укрепление мышц вертикализаторов. Я маме звоню и говорю, вы где оперировались? В Чехии. Там знают, а у нас нет. Понимаете, в чем дело? То есть мы не принимаем, вот весь мир это принял уже, глубокие мышцы. Расскажите тогда, где эти мышцы, и если уж не плавать, то каким образом их укреплять? Да, они везде эти мышцы, в любом месте абсолютно. Позвоночник, около позвоночника находится. Любой сустав, плечевой, не знаю, коленный, тазобедренный. Человек же как капуста. У него есть то, что мы качаем в спортивном зале, да, накачался, я красивый, все, девчонкам нравится. Вот, но это не значит, что сильный. А глубокие мышцы, они глубоко, они вот такие короткорычаговые. Именно они держат любой сустав. Межпозвонковые суставы, шейный отдел, плечевой, коленный, какой хотите. Ну а в домашних условиях есть какая-то возможность этим заниматься? Если там вы дадите какие-то рекомендации, упражнения? К сожалению, нет. Почему? Потому что это работа в паре всегда. То есть нельзя, человек сам не может это сделать. То есть режим мышечной работы такой, что есть клиент и есть инструктор, да, или второе лицо, неважно кто. Потому что эти упражнения делаются в особом режиме, во встречном режиме. Ну что-то же можно самостоятельно делать, чтобы было все хорошо, со здоровьем. Самое простое – ходить. Просто ходить, одевать, снимать вот эти каблучки, одевать кроссовочки, удобную одежду. Сейчас много всякой одежды специальной, на разную погоду. Шапочку и пошел полчаса в день хотя бы. Ходьба. Почему ходьба? Потому что ходьба укрепляет мышцы вертикализаторы. Не плавание, ходьба. Нам не нужны вот эти длинные рычаги, которые усиливают сколиоз. Вы понимаете, что это? Вот попал человек в воду, да? Лежит уже в воде. У него уже гравитации нет, верно? Ну в воде нет, ну минимум гравитации. Плюс горизонтальное положение, значит глубокие мышцы не держат. Начинаем плыть. Поплыли ногами, руками. То есть длинные рычаги опять пошли. Укрепляем, создаем выше. Ну вроде так нормально. Но позвоночник остался слабый. Глубокие мышцы остались слабые. И начинают крутить этот же сколиоз, начинают прогрессировать. Вообще сейчас родители такие стали очень прогрессивные, озабоченные. Вот я просто вспоминаю своё детство. Мои родители были озабочены зарабатыванием денег, потому что в принципе в 90-е их ни у кого не было. И были озабочены там, где бы макароны купить, потому что и макарон не было. А сейчас родители озабочены здоровьем с рождения. Дети с рождения плавают. Вот это самое плавание. Оно вообще полезно, потому что мой ребёнок плавает с рождения. И я до тех пор, пока мы с вами не заговорили, была уверена, что просто непоправимое вообще здоровье приношу своему ребёнку. Могу здесь два момента сказать. Первое – озабочены, не озабочены. Вот недавно была девочка маленькая с мамой, что-то есть уже около годика. Они просто пришли, чтобы я посмотрела. Говорю, что вас беспокоит? Ничего, просто посмотрите нас. Я смотрю ребёнка, семья интересная, многодетная. Я говорю, как она у вас села там? Она говорит, да я села там сама. Как она встала? Да встала сама. Вот это самое правильное. Она говорит, у меня там на полу живёт. Самое правильное. Она сама села, она сама встала, она сама пошла. Нет, мы начинаем садить, мы начинаем ставить, мы начинаем водить за ручки, да, начинаем вот это прыгание делать. Ребёнок не готов. Что касается плавания. Понимаете, всё индивидуально. Я не против плавания. То есть вы поймите, что я не против этого грудничкового плавания. Да ради бога. Но когда вот ситуация. У мальчика нога короче на 2 сантиметра, вывих бедра, бассейн. Что получается? Он ногами там плывёт же, да? Укрепляет мышцы? Укрепляет. А значит... Почему кажется? Укрепляет. Мышцы работают, да? А значит укрепляет свою фиксацию. То есть у него нога была короче, она останется короче, и в этом положении зафиксируется. Понятно? Значит, что ему нужно ногу как-то восстановить, тазобедренный сустав. Пожалуйста, плавайте для удовольствия. Кто ж против-то? Поэтому, ну, вот ещё раз. Понимаете, человек родился, он переходит в вертикальное положение. Чего вы всё в воду-то его? Ну, вот это поголовное назначение массажа, также вот было модно сейчас одновременно и плавание, и точно так же массаж. Практически с грудничкового возраста ребёнок рождается, и сразу же его ведут массажироваться. Это правильно? Это вообще добро? Или, может быть, ребёнку это и не нужно вовсе? Ну, во всяком случае, зависит от того, в чьи руки попадает в итоге этот малыш. Если это хорошие руки, то никакого зла нет, да? Вопрос, нужно ли это или нет, бывает. То есть необходимо это или необходимости такой не существует. Поэтому вот мы недавно сделали один большой проект, уже, наверное, ему почти год скоро исполнится. Запускался он, правда, в Китае, а не в России. Этот проект назвали мы «Бэби-билдинг», то есть «Бэби-ребёнок», «Билдинг-упражнение», да? И у него как бы две таких составляющих. Первое – это тесты. То есть мама сама может оценить, как развивается её ребёнок. В 3, в 6, в 9, в 12 месяцев. По каждому из возрастов у нас 8 критериев. Держит голову или не держит голову, или плохо держит в 3 месяца. Там 2 балла, 1 балл или 0 баллов, да? И потом мы суммируем. То есть мама сама эксперт. Это реально? Мама действительно может это адекватно? Абсолютно адекватно. То есть это видеоуроки, да, на которых я беру ребёнка и говорю, вот смотрите, вот так это 2 балла, вот так это 1, вот так это 0. Мама может положить ребёнка на живот и посмотреть, как он держит голову или нет? Ну, конечно. Она, я думаю, это делает и без ваших людей. Конечно, мама может отвести тазобедренный сустав, удерживая одну ногу прямой, второй рукой отвести, и как он отводится. Мама может оценить асимметричность ягодичных складок, если я показываю, как это сделать? Ну, может или нет? Может. Это не значит, что мама как бы, ну всё, теперь мама доктор, да? Но мама, по крайней мере, сориентировалась. Если поняла, что проблем нет, живём дальше, радуемся. Ну, если сомнения, приходите. Если сомнения, то к врачу, да? Составляем видеоурок, и мама потихонечку сама занимается для каждого конкретного малыша. Специальные движения, специальные упражнения. Это вторая часть нашего бэби-билдинга. Кстати, он стал лучшим социальным проектом года 2018-го и вошёл в топ сильнейших проектов в России, в Москве. Для того, чтобы заниматься самопомощью, что нужно человеку? Должен быть профессионал, который эту самопомощь оценит. Вот мы, допустим, получаем от каждого обратную связь. Если мы дали видеоуроки, да? Вы нам покажите, как вы делаете. Вы нам покажите, что вы добились через месяц, например, через два. Вот тогда эта самопомощь, мама делает сама, например, но мы оцениваем результаты её работы. В Алтайском крае, опять же, очень многие мамы жалуются, что не у всех есть возможность приехать. Расстояния огромные, из какого-нибудь Ярового, чтобы доехать с грудничком до Барнаула, можно с ума сойти и стрясти лампочку. Иногда просто приехать, получить какие-то таблетки и уехать обратно. Можно получить из любой точки, я не знаю, вселенной. Сейчас есть интернет, есть связь. Вот те самые рекомендации, которые мама сама может выполнить дома. Что бы вы рекомендовали делать любому родителю, вне зависимости от того, есть у ребёнка какие-то проблемы или их нет, для того, чтобы, скажем так, профилактировать здоровье? Видите, мне немножко проще, потому что я всё-таки знаю, что и как должно быть. Но первое – это наблюдать. То есть я наблюдаю. И в медицинском институте, который я заканчивал, как я говорил выше, нас тоже наши хорошие преподаватели учили наблюдать. Как сел, как зашёл, как руку, как ногу поднял. Поэтому если я вижу, что она где-то на цыпочках пробежала у меня, например, я знаю, что она просто балуется или что-то ещё. Поэтому наблюдение, наблюдение, наблюдение. Смотрю, наблюдаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста. И вот это одно плечо ниже другое. И вот эта ситуация плавать-не плавать. И, в общем, инвалидность и так далее. Вот одну из девочек, доктор сказал, что «О, всё, у тебя, ну всё, дождалась, ну всё, допрыгалась, мама. Ну что ж вы, мама, куда же вы смотрели? Ведь у девочки вашей сколиоз. Ей 12 лет. Вам надо срочно делать электрофорез. Если одно плечо выше другого, или как-то ещё может быть нарушение осанки. И это не сколиоз. А бывает и так, что это сколиоз, действительно, и его что-то просмотрели, проглядели, увидели поздно, и вот это грустно». В чём разница между сколиозом и сколиозом? Принципиально большая. Сколиоз – прогрессирующее заболевание позвоночника, приводящее к инвалидизации, имеет 4 степени. Третье и четвёртое – оперативное лечение. Нарушение осанки есть почти у всех людей. Одно плечо ниже, таз чуть-чуть косенький, голова чуть-чуть на бок. А почему это всё происходит? Вы знаете, какая основная задача нашего бэби-билдинга? Чтобы вот этого косненького не было? Да. И вот основная задача – предотвратить не сколиоз, нарушение вот этих, перекосы таза, укорочение ножки, голова на бочок, плечика выше, ниже и так далее. Вот видите, у меня немножко голова на бочок, потому что… И у меня тоже. Потому что никакого не было бэби-билдинга, и никто не сказал, что ребёнка нужно переворачивать с боку на бок. Поэтому как ребёнок лежал вот так вот 6 месяцев. Так давайте мы об этом крикнем сейчас с помощью вот этих телекамер, с помощью вашей передачи великолепной. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова